Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено запросу о куклах. Куклах, я так подозреваю, именно Барби. Которые у меня когда-то стояли сзади меня на стеллажике, которые все еще сзади меня находятся вместе с книжками. Книжки там частично есть, но так как я все еще не разобрала их на полу и вообще свой этот завал, но вроде как время идет, и тем для видео внезапно нет. Нет, конечно есть у меня блокнотик там с запросами вашими, но лень мне было его открывать и получилось так, что мысля у меня созрела раньше, чем я открыла блокнотик и я решила записать этот видео запрос про кукол. И насколько я помню, он у меня был что-то там откуда они мне взялись или как что-то в этом роде. Я честно сказать уже не помню в каком видео, под каким видео, где это был этот запрос. точно что там такое было, я тоже соответственно не помню, но я надеюсь, что я именно так его поняла. ну и в конце видоса, если вы досмотрите до конца, найдет небольшой сюрприз. В общем, пожалуй, начнем. Ну, у нас где-то с середины дня льет дождь, поэтому я решила, ждала, 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 думала, что может быть проясница, но вот уже 8 вечера, у нас там пасмурно, вообще так, я посмотрела в окно такой, даже практически туманчик дождевой, если можно так сказать, поэтому я решила все 5 лампочек включить, ибо глянула на тебя в зеркало в темноте, ну, при свете дня, можно так сказать, когда я молевала себя из палетки Ифрашевской вот этих, где у 5 штучек помадок Гранд Руш, я поняла, что как-то это темновастое, и в камеру я глянула, вышло это примерно так же, как я раньше снимала на кухне при свете фонаря, и мне там периодически всыпали каменты, что ой, у вас как там темно, но камера, хотя у меня стоит, в общем, я лицом к окну сижу, и вот только что пролетел год, в общем, если вам интересно это видео, и вас не смущает фон или еще какие-то там заморочки, то оставайтесь со мной, как риталенка, ну, или там многие блогеры, да, в общем, куклы Барби, я хотела сначала сказать куклы типа Барби, но думаю, что это куклы Барби, первая кукла Барби у меня появилась в 93-м году, 1993-м году, я с родителями и, в общем, с роднёй, можно так сказать, я мама, папа, мамина сестра, моя тётя, то бишь, и она со своей семьёй, моими сёстрами ездили в Москву, летом, кажется, 1993-го года, возможно, примерно вот даже в это время, в начале лета, у меня даже где-то есть, ну, в общем, они у какой-то своей родни или друзей тусили, а мы тусили у маминой подруги, я ещё общаюсь с её же дочкой, обе Светы, да, мама Лена общалась со Светой, старшая, и я, соответственно, со Светой младшей, у меня ещё была сестра младшая, Таня. Ну, и, короче говоря, суть такая, что у меня просто тут, когда я разбирала фотографии, документы всякие, вот нашла такую фотку, я с сестрой, со своей старшей, двоюродной, сидим на лавочке, я как раз уже была с этой куклой, соответственно, кукла Барби, там у меня сзади написано Мотель, Инкорпорейшн, с 1976 года, 76 вроде как, так сказать, издание, кукле этой 24 года, она даже по американским меркам уже совершеннолетняя, ну, классические, 90-60-90, да, и некоторые там люди спорили, что типа при такой груди с такой талией как-то тяжело, но я не знаю, у меня грудь не такая, поэтому как-то у меня такой проблемы нету, просто что-то вот параллельно вспомнила, в общем, ноги у неё немножко гнутся, слушайте, вспомнила, что у неё гнутся ноги, ну, там были, конечно, какие-то туфельки, и вот я её сейчас взяла и только сейчас поняла, хотя перед этим собиралась, стала снять видео, вспоминала, думаю, в каком она вообще у меня платье, где-то платье, в котором она покупалась, а, кажется, оно на ней, ну, бантик, конечно-то уже так, самопально кто-то завязал, возможно, что вообще моя балушка тут, две такие прядочки, из хвостика торчат, ну, и она, соответственно, крутится, я не помню, вокруг ли она своей оси, или только как человек туда-сюда, ну, и на этом, наверное, А, нет, ещё у неё голова, была, в общем, такая кукла у моей сестры, я не помню, Машки покупали или нет, или только ко мне и Таньке, Танне, Маше, и у Тани-то голова у куклы очень быстро отвалилась, а я в этом деле, видимо, была более бережная, потому что вот ей 24 года, и она ещё живая, и вот что я заговорила про эту фотку, я просто вспомнила, там как раз был такой момент, что мои сёстры, по-моему, катались тогда на этих американских горках, да, я в силу того, что боюсь высоты, может, ещё чего-то, ну, в общем, как-то я отрывалась в туалет несколько иначе, соответственно, мама со своей подругой, я с её дочкой тусили, ну, и, в общем, кукла, кукла Барби, два у неё имени, это Анжелика и Василиса, почему Анжелика? Я не знаю, если кто-нибудь моего возраста смотрит меня, из подписчиков мимо проходящих или вообще, в своё время был такой сериал Анжелика, Анжелика для Сибирьер, что ли, или что-то такое, у меня ещё книжки были, но книжки, кажется, или я уже отдала в библиотеку, или только ещё собиралась. Ну, и, соответственно, я смотрела эту Анжелику, видимо, я отощилась от этой Анжелики, до того момента я ещё не читала книжку, после того, как я прочитала какую-то книжку, я разочаровалась от Анжелики и, соответственно, уже не могла её смотреть. Дальше вспомнила, как, визуально вспомнила, как выглядела эта актриса, я не знаю вообще, как её звали, жива ли она, ну, в общем, её звали Анжелика. Второе имя Василиса, почему Василиса, я не помню, почему конкретно, но чё-то такое там, двойственность у меня вечная, так же, как этот, в Инферсферат, там, возможно, она отображает, отсылка к себе любимой, себя любимой не порекламируешь, никто и не вспомнит, да, ну, короче говоря, в общем, у неё было два имени, она то Анжелика была, то Анселиза, наверное, в паспорте можно было бы записать через тире, вот такая вот мадам. Вообще, надо, наверное, сказать, что кукол я особо не любила в детстве, и в детстве я больше любила мягкие дружки, на что это пищалило мою маму, я не знаю, чем это связано, потому что в психологии какая-то детская фигня ещё есть, ну, мне, честно, было лень заграняться этим, я даже не стала гуглить в индекс, и вообще, вспоминая с чем-то связано, ну, маман печалила, что я не любила куколу, а маман любила кукол, и маман мне говорил, потом она её периодически в командировку отправляли от библиотеки в Ярик, и помню, вот чисто вот кусок из жизни, она очень хотела настоящую вот эту, как она называла, настоящую куклу Барби, где всё гнётся, и зашла она, я не помню, какие тогда деньги были, но тогда, я так поняла, 5000, это было ага-га, огромные такие деньги, с учётом, что библиотекарь, в принципе, ну, не особо когда-либо много получали, вообще, когда-либо много получали в России, я не знаю, что библиотекарь, ну, в общем, она тогда мне рассказывала, захожу в магазин, у меня, говорит, с собой только 5000 рублей, а там, говорит, это кукла, говорит, и все деньги, ну, там, видимо, ещё ей надо было покушать, купить, как-то это прокантоваться, ну, короче говоря, она не купила эту куклу Барби, маманная мечта не сбылась, потом, я честно не помню, как они шли дальше, кого я из них покупала, я знаю, что вот эта вот мадам была Синди, волосы у неё вот это Синди, по-моему, у моей сети такая же была, и мне вообще кажется, что у нас всегда одинаково, она покупала, маманная, мне и Таня, короче, волосы у этой Синди уже не такие клёвенькие, как вот здесь, я подозреваю, у неё волосы немножко всё-таки загрязнились, а, наверное, у кукол тоже бывают, в какой-то момент волосы грязнятся, да, и её, наверное, подозреваю, немножко помыть или расчесать, вообще, я подозреваю, что ту вещь, которую я потом буду дальше наставать, надо было погладить или хотя бы разобрать, но как-то не сложилось, я сегодня полдня провела на велике, а другую половину дня в клине, и попутно переводит следующей главы Сундины, ну и, короче, вообще у меня справа по борту, благо вы это не видите, две коробки огромных таких, ну, на них ещё написано Египет, и там мандарины, апельсины, не знаю, что было, ещё поменьше коробки, ещё куча маленьких коробочек, и часть коробочек, где всякие такие бумажные фигнюшки, они потом у меня пойдут, наверное, в АСМР, я запишу, постараюсь до пятницы, сегодня не знаю, потому что меня уже как-то подустаю говорить, хотя я сегодня практически особо-то и вербально не общалась ни с кем, ну, так, по телефону пару раз поговорила, в общем, здесь у нас уже, в этой мадам, волосы такие не сильные, можно сказать, совершенно не это, кстати, у неё на голове никогда не замечала, СС, С.С, никогда не поднимала волосы, может, раньше, конечно, смотрела, но вообще, мне кажется, впервые в жизни подняла ей волосы, чтобы посмотреть, что у неё там на голове, Синди, кажется, её звали Света, вот в упор не помню, вспоминала, вспоминала, наверное, всё-таки Света, в общем, Света, может быть, вообще Света, фиг знает, руки у неё тоже гнулись, но вот в этой руке, по-моему, сейчас узнаем, да, из этой руки у нас выпала эта пружинка, и гнётся у нас только одна, хотя, вот, знаете, я подняла ей руки, у неё вот здесь вот, по две дырочки на каждой руке, с чем связана, фиг знает, может, так и было, но она, по-моему, да, она тоже, я её, ой, я её, это, стриптиз устроила, кукле устроила стриптиз, она без нижнего белья, а это у нас с нижним бельём, у неё трусики вшиты прямо в платьишко, но платьишко, соответственно, я уже не помню, в каком она платьишке была, платьишко, соответственно, одела маману, так же, как и ленточку, ленточка вообще от другого платьишка, возможно, это ленточка, у неё волосы были заделаны, но вот у неё волосы, по-моему, длиннее, чуть-чуть до попки доходят у неё волосы, и ноги у неё, кстати, тоже хнулись, но и так же это, крутилась она вокруг своей оси, в общем, это у нас свера, да, и голова у неё, ну, голова у неё, по-моему, просто крутится, поклониться она вам, покивать, в отличие от Джилики, которую Василиса не сможет, так, вот это у нас была Маруся, Маруся никогда не менялась, Маруся, возможно, в честь моей этой старшей сестры, и платья, я понимаю, что надо было бы его погладить, солнце клёш, где я ломаю маман, тут вот бусинка, были такие бусы, то ли это бусинка какого-то поделочного камня, и папашка у меня был, ювелир, то ли это бусинка просто типа как стекло там какое-нибудь чешское, вот у Маруси, кстати, ой, я у неё, вот у неё, кстати, я иногда забываю, у неё вполне так отойдите, отойдите от экранов, у Вас сейчас был, наверное, шок, у неё иногда, если её резко покрутить, я забываю, что у неё вот этот, короче, её можно разобрать на запчасти, на две части, Маруся. У Маруси ноги не гнулись, у Маруси ноги не гнулись, руки тоже не гнулись, но вот она вполне может вам покивать головой. Качество волос у неё примерно, как у нашей Светы, единственное, что она белые волосы. И тут слегка у нас Маруся лысая. Я подозреваю, что тоже делали, наверное, китайцы, но и не посчитали нужным полностью оболосить голову Маруси. Вообще, наверное, она как-то по-другому звалась, но я её, честно, назвала Марусей. Тут у нас без чёлки. Анжелика. Света у нас тоже без чёлки, кстати. А у Светы тоже залысины есть отнутри. В общем, у Светы за счёт длины волос и объёма лысина как-то незаметна. А вот у Маруси волосы короткие, довольно, по сравнению со Светой. и всё-таки тут есть лысинка. Зато у Маруси есть чёлка. И Маруся вполне себе красивая. Не, я не говорю, что другие некрасивые. И у Маруси есть туфли. Вообще, у этой, по-моему, были розовые туфли. Я не знаю, мне, возможно, где-то даже живые эти туфли. Можно, там ещё какие-то кроссовки были, но много всего было. Ну, в общем, солнце, клёшь, юбка. Слегка мы тут задели голову мужика. К мужику я тоже подперейду. Так. Я тут уже болтаю 15 минут. Видимо, видос будет длинный. Ну, вот это тоже отдельно, там, в своё время продавались эти прибамбасы, кстати, серёжки. Серёжки. Серёжки у нас, по ходу дела, только у четвёртой куклы. Да. Света, сидим, не падай. Ой, пуговка расстегнулась у Маруси. Кстати, так, всё, застегнула. Ой, Маруся падает. Падает Маруся. Не падай, Маруся. Держись. В общем, это у нас крутится, нет? Это у нас не крутится. И у неё была сломана лапка, и дедушка мне приделывал гвоздиком. Я всё вспоминала, у кого у меня что-то было там сломано. В общем, тут у нас тоже такое вязаное платье. Тоже маман старалась. Это у нас четвёртая кукла, это у нас Аня. У неё тут эти серёжки, типа Аня у меня назвала не в честь моей подруги детства, лучшей Анни Смирновой, а именно в честь моей троюродной наверное сестры по линии дедушки. По линии дедушки с маминой стороны. Калятинская. Аня там у меня была такая сестра, я даже помню, она к нам приезжала, я очень хотела с ней сфотографироваться. Такая крутая была она первая вообще наверное всех наших знакомых занялась, вот она снимала тогда ещё на видеокамеру обычно вот эти кассетные, как раз была какая-то передача, сам себе режиссёр или что-то в этом роде, да, и в общем по-моему она режиссуру заканчивала, мне кажется она сейчас в Москве уже, я очень давно не видела эту Аню, ну в общем кукла была названа в честь Аня. Голова у неё тоже только крутится. Вот, Аня. Ну мне кажется, что вот эти три, вот эти-то две точно это покупали уже в Угличе исключительно, это я даже знаю, что в магазине спортивного, спорт-туризм у нас был такой магазин в том месте, где он был сейчас находится магнит, а он слегка в другом здании, но в том же районе. И ещё у меня тут мужик. Мужик у меня никогда не сидел на полочках, мужика, я узнала, что он у меня где-то был, мужик, но я его совершенно случайно сегодня нашла, когда вообще, знаете, разбиралась, разбиралась, и поняла, что сегодня что-то меня топнуло залезть у себя в комнате в один шкаф на самом верх, и я поняла вдруг, что у меня же ещё есть шкаф, который тоже надо разбирать, хоть я в нём и разбиралась лет пять назад, но, соответственно, не помнила, что там вообще есть, но внезапно нашла мужика в коробочке. Ну и в общем, что у нас тут? О! Так, у мужика, по-моему, не крутилось туловище, талия в смысле. Мужик тоже слегка у нас уже с дефектом, у него в какой-то момент башка слегка отварилась. Извиняюсь, мне что-то стало смешно. Я вспомнила, просто у моей сестры Тани тоже был мужик в плане кукла. И у неё, кажется, голова отвалилась ещё раньше, после у него. Вот эти две точно у нас были, вот эти, я не знаю, по-моему, были только у меня, возможно, у Тани тоже были, но это настолько давно, что я даже не в курсе. Уже, ну, тоже, соответственно, шмотку шила. Он, по-моему, шортиков был в такой коробочке, ну, типа, как обычная кукла-мужик. Половые признаки у него там, по-моему, есть, но это уже ближе к концу видео, если вдруг чего, то... Короче, мужик. Ну, тут штаны, по-моему, не знаю, мама нам ушила эти штаны, может быть, мама отшила. Может, они там продавались, а как-то отдельно со штанами, но мне кажется, у него были какие-то шорты на нём. Мужик даже где-то уляпался. Ну, правильно, мужик должен быть уляпанным. Как мне сказала моя знакомая Линкс, с которой мы ездили вместе в Карелию в 2013 году, и после встречи меня с моим там, тогдашним типа парнем в Питере, и на мои брызгливые вопли, что вот у него какие-то там штаны слегка или футболка заляпанная, она выдала одну мальчик, типа должны везде лазать, мальчики, типа это если грязные мальчики, то это нормально, если чистые мальчики, то это типа как-то уже не того, да. В общем, руки у него поднимаются и ноги у него поднимаются, ну, в смысле это, да, у него ещё ботинки, прикиньте, ботинки с мужика, белые, с белых тапочков вперёд ногами. В общем, вот такой мужик. Как мужика звали, я вообще в упор не помню. Я сегодня пыталась усиленно вспомнить, как же звали мужика. И вот, кстати, смотрите, вот у неё ноги не раздвигаются. Допустим, дети, отойдите от экранов, нельзя сказать, хотя, ну, не все же поймут, да, это, она, если бы пошла устраиваться на работу, ей бы сказали, раздвинь ноги, тогда я тебя возьму, да, на работу, она бы не смогла раздвинуть ноги на то нужное расстояние. У этой у нас, у Светы тоже та же самая проблема, что и у Анжелики. И у Ани такая же фигня. Такс. А ты у нас как? А вот Маруся у нас, хоть и обладает гибким телом, как мы уже убедились, а даже разборным, и может двигаться, ну, в смысле, вертеться, допустим, упражнение, она может вот такое сделать, да, она может повернуться налево, повернуться направо, половиной туловища, как Света и Анжелика, в отличие от Ани, Аня не может у нас повернуться, но Аня ноги держит тоже прямо. И только Маруся у нас вполне могла бы устроиться на работу через постель. Скажем так, у мужика такая же проблема. Мы когда с Машкой как-то обсуждали, ну, знаете, иногда вот болтологическое видео, не совсем про кукол даже, в общем, иногда вот едете вы в автобусе и напротив вас вот вроде как свободное место на два человека, но сядет какой-нибудь такой мужик, раздвинет ноги, аки-женщина, пытающаяся устроиться на работу в ней нормальным путем, да, в смысле раздвинет ноги и Машка мне как-то говорит вот так иногда и хочется сказать извините, вам будет очень больно, если вы их сдвинете. Ну, знаете, иногда бывает зайдешь, он так дико устал, лишь бы куда плюкнуться, а тут вроде как два места, ну, в смысле место свободное, но сидит такой дядечка, мальчик, ну, в смысле существо мужского пола, без разницы какого возраста, летом 20, от 18 до старше, да, и в зависимости от его комплекции может занимать, конечно, две трети вот этой на двоих сиденьки, до чуть больше. и в общем вот у нас мужик такой классический, классический мужик из автобусов, троллейбусов и трамвая, может быть еще метро и поездов и электричек, в общем, вот такие у меня типа куклы, и у меня к ним есть три данные, не поверьте, я даже, кстати, тут не только от них поможем, есть тут, я сегодня нашла, я вообще помнила, что оно у меня было в такой синей красивой коробке с печеньками, ну печенька там когда-то было, но видать, я когда разбиралась опять назад на этом шкафу в комнате, то коробочка, наверное, деформировалась, я ее утилизировала, есть у меня такое красивое платье, с пуговочками маленькими, я подозреваю, что эта ленточка все-таки от этого, а нет, наверное, ленточка была чисто эти, волоса, в общем, платье, ну понятно, у меня маман слегка была фанатела не только от Пушкина и его сотоварищей, но еще по больным платьям была немножко так двинута, есть у меня еще вот такое шикарное платье с ленточками, с поясом, может кого-нибудь из них раздеть и переодеть, допустим, ее, я еще на время смотрю, потому что у меня запись камеры чисто без прерывания идет ровно 29 минут с копейками, а если потом еще видосы у меня слегка больше, то приходится потом вставать, нажимать на кнопочку, потом включать заново, вырезать эти лишние моменты, вообще, по-моему, я замерзла дико, я лежу в теплых носочках, в этих своих зеленых джинсах, которые, вообще, на ценнике было написано, что они желтые, друзья мне сказали, что это желтый салатовый, да, я еще нашла в советских времен рубашечку, в которой я поняла, что я такой себе колобочек, не знаю, сколько у меня талии, я не мерила, но я такой слегка колобочек, когда я ее одеваю, так, мы застегнем нашу анжелику, блин, хо-хо-хо, не застегнем, лапы замерзли, а может и застегнем, кстати, тут такие же эти бусинки, мне кажется, еще на каких-то там своих бусах, которые я делала с бисером вместе, есть такие же бусинки, вот сейчас у меня лапы трясутся исключительно потому, что Лёля что-то мерзнет, мерзни, мерзни волчий хвост, сегодня мне вспоминалось, сейчас мы ее завяжем, вот так и слышу, дочек вообще не прекращается, но будем верить, что с середины недели погода улучшится, сегодня было довольно тепло по сравнению с тем же, допустим, вчера, у нас тут подъемник, рышок, типа подъемник, и тряпочка такая, ну в смысле это, что там поверх, надъемник, вот у нас такая мадам, она превратилась в Анжелику, кстати, есть дед сарафан, и вполне она может стать обратной этой самой Василисой, в общем, все-таки нажала я на кнопочку, у меня еще и телефон назвонил, продолжим, ну продолжим, в общем, вот такое у меня платье есть еще, я помню, оно мне очень нравилось, сейчас мы кого-нибудь переоденем, так, кого-нибудь мы переоденем, как им повезло, кто-то захотел видос про куколок, и Лёля вдруг вспомнила про этих куколок и решила их переодить, все-таки холодно, блин, дома, дома холодно, Россия удивительная страна, не знаю, как в других странах, вообще есть в других странах топление, но в России почему-то, вообще раньше нас, до прошлого года, до того, как у нас кто-то решил построить котельню в Солнечном, и потом вообще все думали, что котельня будет в дополнение к механке, но механку решили почему-то закрыть, перед этим сделав такой конкретный ремонт даже той больнички, которая от механки шла, но и, короче говоря, вот раньше топили нас исключительно до 1 апреля, а второй год у нас топят, в прошлом году до 1 мая, в этом году до середины мая, в общем, я к чему, что когда холодно нас не топят, а когда тепло нас топят, большую часть, иногда еще и зимой топление отключали, я насколько помню, вот это, ну вообще, шик-блеск, кстати, вот это платье никогда она не носила, по-моему, его носила исключительно Аня, ну, ничего, Света стала похожа такая на человека даже, у них у всех высокий лоб, высокий же, да, высокий лоб, какие у меня умные куклы, что-то вспомнила, был как от передачи куклы, и там этот Брежнев был еще кто-то, да, такая вполне домашняя мадам, я помню, еще были такие пупсики, и как раз в какой-то момент стали продавать кукол Барби с накладным животом, типа она беременная, что у нас тут еще, о, у меня тут есть купальник, купальник в стиле классического купальника, школьного классического купальника, в аниме у девочек, да, там тоже, по-моему, синий купальник, и вот, про что я говорила, что надо было, конечно, это типа погладить, да, потому что, ну, вот оно, это царафан, и в царафане у нас, кстати, тут даже есть колготки белые, сейчас, в царафане у меня исключительно, по-моему, была Аня, и мы ее сейчас в него и переоденем, у него как раз тут кокошник окажется, на башка, блин, у кого-то был такой ник чего-то там на башках, из тех, кто, бантик на башках, что ли, кто-то мне или писал в каментах, или был подписчиком, или что-то такое, в общем, помню я просто у кого-то был этот ник бантик на башках, что-то у меня не снимается с нее, это платье, естественным путем, может быть, оно снимается через голову, ох, или вообще не снимается, как бы мне с тебя его снять, кукол, о, оказывается, все-таки снимается, если долго мучиться, что-нибудь получится, и вот, у нашей Ани, в негрежении, буду уж я ее так позорить перед людьми, закрою слегка, у нее у нас какая, так, у нее, значит, правая нога на бедре, левая рука на плече, слегка были раненые, и дедушка сделал их с гвоздиками, так, и сейчас мы ее, наверное, сначала сделаем анимешной такой, мадам, анимешной школьницей, в синем купальнике, синий купальник, да, кстати, у нас тут ведь это, как бы, что это он на чипе-то сидит, а то у нас же тут такой классический аниме-гарем, мужик, и четыре женщины, и вот у нас Аня, во всей красе, с годиком на бедре, и с годиком на плече, ну и мы ее оденем в укол лодки, хотя, конечно, это совершенно не, как бы, неудобно, или что-то в этом роде, сначала купальник, потом колготки, так-то бы сначала колготки, потом купальник было бы боди, и теперь мы на нее оденем, вообще, никогда не одевайте белое поверх темного, хотя, может, и одевать. Вот мы сейчас будем одевать ее поверх синего купальника, белую, с нашитыми такими, в стиле русский народный чел, кофту, рубашку, Аня, давай свою лапу, вообще, надо было вот так одеть, что-то мне сейчас вспомнился гид, вообще, в совершенно другом костюме, в красном, из, куда же я ездила-то, Казань, там еще что-то было, Мариэл, Чебоксар, по-моему, Чебоксарская гид, мне сейчас вспомнилась, где-то там на возвышении мы стояли, я понимаю, что логика как бы никакой, и связи тоже, ну, что у нее даже ненародный костюм-то был, но таким мы одели Аню, и осталось нам одеть ее в бусорахан, в бусорахан, ну, хотя бы Ане будет тепло, хоть кто-то в этой квартире будет в тепле, пока наше лето еще не разгулялось, ну, я верю, что, оно все-таки будет теплым, будет теплым. Да, у меня там был опять повторный запрос на Митику, я сделаю, постараюсь это после своей поездки, может быть, даже это стилизую такую мистическую атмосферу, слегка постебую этих типа сетевых магов, мне одна мадам писала одно время в Каменте, я не знаю, после того, наверное, как я не протащила Антошу, узнав, что он протащил меня, это я про этого наружеского фрика, и что-то сначала она ко мне подкатывала, а потом, так как я не осилила ее видосы унылые, ну, в общем, у нее были там какие-то, что я вспомнила, какая-то такая, типа, я, мадиня, как говорил наш препод, товарищ Азов, по-моему, я слегка перепутала, наверное, закрывалась у нее эта рубашка, наверное, на спине, сейчас мы попробуем по-другому, ну, или оставим ее просто в рубашке, ну, вот так, сарафан, короче говоря, как говорил товарищ Азов, мой любимый препод, ну, и мои подруги Маши, тоже, по культурологии, вообще, мой крутой такой, ну, тогда говорил про Мадонну, которая певичка, и Каблу, ну, что, допустим, вообще, тайное учение, если ты занимаешься профессионально, профессионально, и вообще, вот в этом хорошо разбираешься, ну, или еще такая фраза, кто знает, тот молчит, кто не знает, тот говорит, в общем, такие все тайные учения, их нельзя или нежелательно выставлять на показ, ну, и те, кто выставляет это на показ, я тоже так считаю, это, эти люди в этом нифига не понимают, на самом деле, это чисто мое мнение, возможно, кто-то считает иначе, в общем, мы ее, наверное, оставим на этой рубашке, может она так и должна быть, я уж не помню, а может действительно эта рубашка закрываться должна сзади, если с тарафаном, но мы ее оставим вот так, ну, что, колодки, туника, фигли, ой, аня упала, аня упала, аня совсем случайно упала, совсем случайно упала я, так, так, сидеть, сидеть, прислонись к Марусе, прислонись он к мужику безымянному, куда-нибудь сюда тебя, что ли, мужик тоже слегка падает, все падают за дров ножки, так, так, тут у нас тарафан такой, вообще тут где-то такой красивый платочек, он мне раньше очень нравился, я про него забыла, он, оказывается, еще живой, тут кареты с лошадками, вообще люблю лошадей, правда, когда единственный раз меня в Питере мелкую 12 лет посадили на лошадь, на пони к отцу, как-то мы с пони не погружились, она не хотела, чтобы я на ней сидела, я, видимо, чувствовала это и тоже не хотела, и помню тогда мужик, женщина, человек, короче, который отвечал за эту пони, меня высмеивал, вообще, меня очень удивляют люди, которые начинают детей, или людей вообще высмеивать, если те что-то не могут, у меня есть знакомый сетевой программист, когда у меня были какие-то проблемы, вообще минимальные, со стороны, вообще, на взгляд, с линуксом, когда я только-только начинала, у меня какие-то проблемы, в основном с кайпом были с камерой, я пыталась настроить, меня кто-то там высмеивал, половина, конечно, на тиферинке эти анонимусы, но часть тут, в общем, он один из немногих, кто мне написал, он вообще без понтов такой чувак, Миша, кажется, и он, вообще, Миша в основном хороший, если они пухают, то они, если они склонны к алкоголю, то они немножко истерички, нудные, испорщики, а так Миша хороший, в большинстве своем, ну и Миша, в общем, он мне сказал, что, почему, типа, он мне помогает, и не понтовится, потому что, я в свое время был таким же, и мне в свое время, такие же, как я, такие же обычные люди, помогали, я к тому, что, если кто-то чего-то не умеет, и хочет узнать больше, да, об этом, и сам начать заниматься этим чем-то, то его не надо высмеивать, надо вообще как-то или подбазривать, или игнорировать, в том плане, что, ты чего-то не знаешь о чем-то, но тебя же другой, кто в этом больше разбирается, не высмеивает, ну, в общем, очень сильно фалтологическое видео, наверное, я давно не снимала, и надо было все-таки отдельно, у меня, смотрите, подушечка есть, вообще, она, возможно, от какого-то животного была, вот тут, кстати, у мужика тоже есть приданное, у мужика есть свитер, а вообще, по-моему, он из рукавички был, маман делал, ну, в смысле, рукавичка, по-моему, покупная была, но маман порешила, так, у нас тут есть сарафан, а я переодела, то у нас только трои, да, нарусию я не трогала, так, это другой, что у нас тут вообще, что это такое, а, рубашка на мужика, у нас тут есть еще одно платье белое, я думаю, это вообще практически свадебное, такое с рюшками, у нас есть халат, 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 у нас есть еще халат, голыми не помрут, у нас есть из очень клевой тряпочки, красивая кофточка, закрывается сзади, и с бусинкой, опять же, этой же, блемстящей, спереди, у нас есть, видимо, не знаю, эстрафан, это или ночнушка, ну, вообще, как-то, одна знакомая моя девочка, заказала у местной швеи, кофточку, то ли швея не так поняла, то ли девочка заказала, что-то такое сверхфееричное, короче говоря, когда она ходила по городу, в этой кофточке, я думала, что это ночнушка, или вверх от ночнушки, так что, каждому свое, у нас какие-то тряпочки, слушайте, вообще, о, вот эта тряпочка, платочка, мне тоже очень нравилась в свое время, тут какие-то домики, это вообще Москва, чего тут только нет, в общем, много чего-то, о, тут даже есть берет, мама вязала, вот, кого мы тут не переодевали, я понимаю, что берет, наверное, с этим платьем, вообще, как коровье седло, но я все-таки, сейчас попытаюсь, его нацепить, мы сейчас его нацепим, на Марусю, Маруся, главное, не сломайся, вообще, я что-то как-то, не совсем вникаю, может, я его не так нацепляю, этот берет, наверное, я что-то делаю не так, ну да, простят меня любители кукол, или не простят, вот так, и опять у нас упал мужик, мужик, не падай, мужик, ты должен держаться, тут у нас есть даже джинсовая юбка, на кнопочках, какая моднявая у меня, шмотка того кукол была, ну, в общем, тут, в принципе, много еще чего, основное платье, я вам показала, я думаю, тут у нас 4 таких, типа, бальных платья, 2 из них я одела, 2 просто показала, это белое, и вот это вот, первое самое, в общем, если, есть кто-нибудь из моих подписчиков, мимо крокодящих, в области достижения меня, допустим, в угличе, я не знаю, я знаю, что человек один меня смотрит, но не уверена, что это предложение будет по месту назначения, если есть кто-то, кто коллекционирует кукол, у кого там есть дети женского пола, достигшие возраста восприятия кукол 90-60-90, ибо у меня один племяш мальчик, а другой племяш еще не дорос, как мне было сказано, и вообще, как мне сегодня было еще и написано, кукол там дофига, в общем, такой момент, если кто-то хочет вот это счастье, все вместе или частично, ну, в смысле, там, один кукла, два кукла, три кукла, одно из кого-то из них, то мы могли бы, допустим, как-то там пересечься в личке, лучше ВКонтакте, у меня страница открытая, сообщения тоже открыты, во всем можно убедиться, и убеждались многие уже, в общем, если бы кто-то это захочет, то я бы могла это подарить кому-нибудь вместе с приданым, допустим, можно было бы договориться, там, когда я буду в Ярославле в следующий раз, и я бы привезла это вот, мы бы с человеком пересеклись, и я бы отдала человеку вот это в добрые руки на долгое пользование, на пожизненное. и в общем, как-то так, если ни у кого такого желания не возникнет, ну, я, может, потом куда-нибудь напишу там на страничке, типа, отдам даром добрые руки, да, вот такие дела, это тот самый сюрприз, который я в самом начале говорила, еще подумала, что, ну, вроде как-то делать конкурс, типа, отдам бэушных кукол, это как-то не то, да, вариант подарить фрику из Норвегии, мы с ним не общаемся, и где я, и где фрик. Да, я тоже считаю себя фриком, кто-то мне там писал в каментах, я одно время даже троллила окружение, ходила с зеленым лаком на ногтях, на ногах, и на руках, и, по-моему, с малиновыми волосами, по-моему, в чем-то подобном таком, а, джинсы у меня такие были с какими-то там висюльками, в подобном практически в прикиде, и с цветом волос малиновым я поступала в кулек на библиотечное, подавала документы, Ален, кажется, это еще помнит, мы как-то с ней это обсуждали, ну, в общем, если вам понравилось видео, то можете поставить пальчик вверх, не скажу, что я буду рада, мне фиолетово, а, если вы поставите пальчик вниз, ну, и не лень же вам было ставить пальчик вниз. Если я удовлетворила запросы, правильно поняла, что от меня ждал человек, оставившийся этот запрос, то я очень рада, я надеюсь, человек тоже рад вдвойне. Если вы это засмотрели до конца, то вы словили море позитива, возможно, это было болтологическое, большее видео, и не сколько кукол, сколько вообще обо всем подряд, я даже еще хотела снять видос, как я разбираю свою барахлоту, потому что еще какие-то игрушки, есть куклы, которые не такие, не типа барби, а обычные такие, типа русские куклы, да, и на них у меня не мои виды, но есть человек, у которого на них есть виды, на них кукол, ну, там еще какой-то барахлой, я думала, такой записать, видос, но не знаю, будет ли вам интересна, но еще в планах у меня, как я вначале говорила, видос шуршалки с бумажками АСМР, в общем, всем спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока!